Всем привет! Как и обещала, короткое очередное видео о жизни Португалии, или, скорее всего, из моей португальской жизни. Меня зовут Оксана, мне 44 года, 4 из которых я живу здесь, в Португалии. О том, как я переехала, почему я переехала, с чем я столкнулась, минусы, плюсы, я буду рассказывать здесь. Опять же повторюсь о людях, которых я встречаю, с которыми я дружу, которые здесь родились и которые переехали так же, как и я сюда. Всё это будет в моих видео, в моих видеорассказах. Поэтому приглашаю вас на мой канал, ставьте лайк, подписывайтесь, и, надеюсь, вам будет интересно. Надо сказать, что мы всё ещё сидим на карантине, и как-то это всё уже немножко поднадоело, мягко сказать, потому что дети не ходят в школу, мы не можем работать, мы не можем даже выезжать из нашего округа, и в выходные дни мы даже не имеем права выходить на улицу после часа. То есть ситуация, в общем-то, плачевная, хотя уже мы давно не на первых местах по заражению и по госпитализации, и уже, в общем-то, и госпитали у нас пустые, но, тем не менее, правительство нас пока не выпускает. Есть надежда, что после 16-го числа будут потихоньку открываться школы и, возможно, какие-то учреждения. Но, скорее всего, к нормальной жизни мы будем возвращаться только после Пасхи. Это 4 апреля, у нас будет Пасха, и, скорее всего, только после 4 апреля мы будем возвращаться к нормальной жизни. Очень хочется надеяться на это. Поэтому ждём новостей от нашего правительства и ждём свободы! Мне кажется, что у каждого человека в течение жизни мелькает мысль пожить в другой стране, попробовать пожить в другой стране или переехать в другую страну жить. У меня эта мысль первый раз, вот как такая капелька только. Она зародилась в далёком 93-м, когда я первый раз попала вообще за границу. Это был мой первый раз. Я была в Германии, и мы путешествовали ещё тогда с мамой, с папой, с братом, и это был целый месяц просто волшебного какого-то путешествия. И я приехала такая вся на крыльях, вся такая... Я даже не представляла, насколько прекрасно живут люди за границей. Но это был 93-й, то есть помним, что происходило на тот момент в России. И тогда это было как-то объяснимо, вот это желание. Но потом как-то это всё забылось. Потом я вышла замуж, потом началась моя семейная жизнь и работа, дети. Всё это вернулось, наверное, когда моё очередное замужество, я решила уйти от моего мужа и начать учить язык. Я пошла к преподавателю, я начала пробовать читать книги, но это всё очень было медленно, очень так долго, нудно. Прогресса, собственно, никакого не было. Потом я вышла снова замуж. У меня родился ребёнок. Все свои желания о языке и о переезде, и какие-то мечты. Всё это, естественно, ушло куда-то глубоко-глубоко в подсознание. Но сложилось так, что в конце 2014-го я потеряла мужа. И в 2015-м, то есть для меня это был такой пинок. То есть такой большой подзатыльник, что ли, я не знаю. То есть, наверное, это такой был момент, когда я решила, что вот или сейчас я меняю свою жизнь, или уже я никогда её не поменяю. Наверное, я как раз пришла к тому в тот момент, что столько обстоятельств. Мне хотелось просто кардинально изменить свою жизнь. То есть, конечно, повлияла смерть мужа. Моя работа уже была не так интересна и не настолько интересна. И не приносила уже ни морального, ни материального удовольствия. Я хотела её поменять. И всё, что мне нужно было сделать, всё, что я могла себе позволить сделать в тот момент, это начать учить язык, что, собственно, я и сделала. С начала 2015-го я начала основательно учить язык. Я записалась к преподавателю, который впоследствии стала моей подругой. Я начала смотреть фильмы в оригинале. Сначала это было очень тяжело, это очень было непонятно, неудобно. Но сейчас я себе даже не представляю, если я буду смотреть фильм в переводе, а не в оригинале. Поэтому, конечно, это совершенно другой мир, когда ты можешь открыть журнал на английском языке и почитать, или когда ты можешь общаться с людьми, которые говорят на английском. Поэтому, конечно, это совершенно другой мир. Когда ты знаешь язык, у тебя открываются новые горизонты, совершенно новый мир, новые возможности. Поэтому всем учить язык – это полезно. Да даже полезно для нашего мозга. Это же уже доказано, что нейронные связи, когда мы свои привычки меняем, когда учим язык, что это очень полезно, как профилактика. Поэтому учить язык. К концу 2016-го я уже достаточно хорошо понимала язык. Я всё так же на нём плохо разговаривала, но я его понимала, я могла читать. Я понимала фильмы на английском. И в этот момент, вот в этот период, как раз середина 2016-го года, я решила зарегистрироваться на сайтах знакомств. Мне захотелось каких-то приключений. Но то, как я была свободна, замуж я не собиралась, но мне хотелось быть более свободной в общении. Ну, мне тогда казалось, что это может помочь. Ну, не суть. Суть в том, что, как говорят, как советуют многие лингвисты, хотите разговаривать на языке, пишите, знакомьтесь, регистрируйтесь на всех платформах, где только можно. Вот, собственно, я следовала этим советам. И это был мой путь изучения. Мой путь, как это, заговорить более уверенно на английском языке. Вот. Поэтому я зарегистрировалась на сайтах, на нескольких сайтах. На некоторые я так и не зашла. Вот. И дала себе как бы период, неделю, что если мне это будет, ну, неприятно, потому что там достаточно много придурков тоже на этих сайтах. Есть серьёзные люди, но фриков тоже достаточно. Я решила, что я себе даю неделю. Если мне это не пойдёт, то я уйду оттуда. Всё то же самое произошло с моим мужем. В плане того, что он себе тоже дал неделю, пришёл на этот сайт, и он написал мне. Написал. Причём это было настолько трогательно. То есть я поняла, что что-то меня зацепило. Что-то зацепило в его письме, потому что оно было достаточно длинное. Такое очень интересное. Он что-то уже даже рассказывал в этом письме о своей жизни. Потому что это обычно всё, что происходит на сайтах знакомств. Это small talk. Это короткие предложения, какие-то шутки. Иногда это примитивные, пошлые шутки. Это письмо отличалось от других. И, конечно, я ответила. У нас завязалась переписка. Так всё началось. Так началось наше знакомство. В апреле 2017-го у меня уже был билет в один конец. Я уезжала уже на постоянное место жительства. Сначала в Германию, потому что он меня встречал, так как он немец. Он ждал меня в Германии. А потом мы должны были ехать в Португалию, где он уже жил на тот момент 25 лет. О Португалии я не знала ничего. Мы встретились один раз за этот период до моего переезда. Потом он приехал ко мне в Чехию. Я познакомила его с ребёнком. То есть мы встречались три раза до моего переезда. Ну и окончательно, конечно, решили, что мы хотим быть вместе. Он сделал мне предложение. И 27 апреля я прилетела в Германию. Оттуда мы поехали в Данию, потому что в Дании могут легко зарегистрировать интернациональный брак. Брак между двумя людьми из разных стран. В Германии и в Португалии это более бюрократический процесс. То есть нужно больше бумаг, больше переводов, больше, в общем, больше вот этой всей бюрократической суеты. Мы решили упростить весь этот процесс, сделать... Мы зарезервировали день. Мы отправили все документы. Вернее, мой муж занимался этим всем. И мы расписались. Приехали в назначенный день с ребёнком тоже. И расписались. И всё как-то так легко прошло. Всё так красиво. Мы пропутешествовали месяц. А потом приехали в Португалию. Собственно, вот так началась моя жизнь за границей. Португалия. Продолжение следует... Продолжение следует...